Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главная тема дня. Молодежь Омска покорила вершину горы Арарат. Европарламент планирует провести дебаты по КОП-29 в Баку Луазо. Четыре врача красного креста получили ранение в результате обстрела в Ливане. Двое пропавших без вести позвонили и сказали, что живы. Найдите моего единственного сына Мира Шахраманя. Ильхам Алиев должен быть привлечен к ответственности за геноцид Луис Мурено Окампо. От младотурецкого национализма к нацизму, выжившие после геноцида на передовое движение сопротивления. Возвращенное из Кассационного суда дело об убийстве Гранта Динга продолжится 10 января. Молодая группа жителей Омска, среди которых представители самых разных профессий, от инженеров до бизнесменов, покорили вершину горы Арарат. В первый день 8 километров мы прошли пешком и переночевали под открытым небом. На высоте 4200 метров уже было снежное облако. Видимость снизилась до нуля. Вид, конечно, потрясающий, особенно тень Арарата. Поход был приключением и возможностью проверить силу группы, преодолеть трудности и получить незабываемые впечатления. Так поделились своим впечатлением участники группы. По моей инициативе Европарламент может провести дебаты по вопросу КОП-29, намеченного в Баку. Защита планеты, конечно, важна, но проведение конференции в Баку вызывает серьезные вопросы. Об этом заявила депутат Европарламента Натали Луазо. Напомнив, экономика Баку зависит от углеводородов. В этой стране массово нарушаются права человека. По словам Луазо, Баку также осуществляет враждебные действия против Франции. Более того, Баку до сих пор не заключил перемирие с Восточной Армении и является виновником этнической чистки 100 тысяч армян, отметила депутат. В свою очередь, конгрессмен США Фрэнк Полонни также выразил обеспокоенность. Власти Азербайджана не принесли никакой ответственности за свои деяния. Им нельзя позволить использовать КОП-29 для восстановления своей репутации. По данным Красного Креста Либана, в результате израильского удара по населенному пункту Сабрин на юге Ливана четыре сотрудника скорой помощи получили ранения. После согласования с миротворческими силами бригада скорой помощи Красного Креста направилась в Сабрин, где был нанесен удар по дому. После прибытия на указанную местность израильские военные снова нанесли удар, в результате чего получили ранения четыре врача, говорится в заявлении. 25 сентября 2023 года в результате взрыва на бензохранилище в Арцахе погибли сотни человек. Судьба 22 остается неизвестной. Среди пропавших без вести единственный сын 63-летний Миры Шахраманян Армен Мовсисян. Мать уверена, что сын жив. Отметив, азербайджанцы перевезли раненых в шуши и окно. Мира обращалась в различные структуры, но спустя год все еще нет никакой информации. Шахраманян утверждает, имеется свидетельство, что азербайджанцы перевезли армянских раненых на лечение. Это мой единственный сын. Прошу найти моего сына. Президент Баку Ильхам Алиев должен быть привлечен к ответственности за геноцид, поскольку именно он возглавляет государственный аппарат и контролирует решения в политической, военной и дипломатической сфере. Он явно не подчинялся решению Международного суда ООН. Также должно быть начато расследование в отношении министра обороны Баку Закира Гасанова и начальника Государственной пограничной службы Баку Эльчина Гулиева, бывший генеральный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Акампо. Международная научная конференция организована фондом Музей институт геноцида посольством Франции Восточной Армении, Французским институтом в Армении и Французской театральной группой САТАТР. Заявки можно подать на официальных языках конференции на английском и французском языках, отправив до 15 декабря 2024 года на адрес по указанной электронной почте. Заявки на участие должны включать в заголовок отчета краткое изложение не более 500 слов и короткую автобиографию. Конференция пройдет в фонде Музея института геноцида Ереван Армения дата 15-16 марта 2025 года. Дело об убийстве Гранта Динько, возвращенное из кассационного суда, будет продолжено 10 января 2025 года. Судебный процесс возобновлен решением о начале нового судебного разбирательства в отношении некоторых обвиняемых. Среди обвиняемых 15 государственных чиновников, в том числе один из офицеров жандармерии Явуз Каракая. Прокуратура потребовала осудить их за убийство заранее запланированным умыслом и за нарушение Конституции. Адвокаты си-мигранта Динько изложили свою позицию, подчеркнув недостатки расследования. Следующее заседание суда назначено на 10 января 2025 года. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok